Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Взрослеющие дети-подростки для родителей всегда остаются детьми. По-прежнему за них болит душа, как бы кто ни обманул, ни обидел. И действительно, являясь социально незащищенной частью общества, они нередко становятся жертвами преступлений. При этом следует иметь в виду, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут быть не только потерпевшими, но и подсудимыми по уголовным делам. Вопрос ответственности несовершеннолетних законодательно выделяется отдельными статьями Уголовного кодекса и имеет ряд особенностей. Разбираться в этих особенностях мы будем с заместителем прокурора Железнодорожного района города Самары Александром Ганеевым. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Здравствуйте, Инна! Александр Сергеевич, давайте напомним нашим зрителям, с какого возраста наступает уголовная ответственность согласно российскому законодательству? С 16 или с 14? Вообще, общий возраст уголовной ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом, это 16 лет. Но законодатель выделяет ряд преступлений, за которые уголовная ответственность несовершеннолетняя несут уже с 14-летнего возраста. Это такие преступления, как кражи, грабежи, разбой, угоны, изнасилование, убийства. А значит ли это, что в свой 14-й день рождения подросток уже достигает возраста, с которого наступает уголовная ответственность? Да, но не в сам день рождения, а с нуля часов в следующих суток после наступления дня рождения несовершеннолетнего. То есть это важный нюанс? Однозначно. Скажите, случались ли в следственной или судебной практике какие бы то ни было сложности в определении возраста несовершеннолетнего? Да, на практике зачастую ввиду каких-то причин, отсутствия документов, например, не всегда получается возможным определить возраст несовершеннолетнего. С этой целью проводят судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых эксперт уже делает заключение о возрасте несовершеннолетнего. В момент совершения преступления имеется в виду? Да, и возраст определяется на момент начала года, после, соответственно, совершения преступления. Если преступление совершено подростком, который не достиг возраста уголовной ответственности, он от нее освобождается? Или я могу предположить, возможно, он понесет эту ответственность позже, при достижении, например, возраста уголовной ответственности? Нет, если будет установлено, что преступление совершено лицом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, то такое лицо от ответственности освобождается, а по уголовному делу выносится решение о прекращении его. Или об отказе в возбуждении дела, если это стало известно на стадии предварительной проверки. Ну, тем не менее, данный подросток совершил преступление, и я могу предположить, что все-таки законом предусматриваются какие-то меры воздействия. Расскажите про эти меры воздействия, которые применяются к несовершеннолетнему, совершившему преступление. Да, однозначно несовершеннолетний не остается совсем, так скажем, безнаказанным и бесконтролируемым в этом случае. Подросток ставится на учет в органы системы профилактики, ставится на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних, рассматривается на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Его родители рассматриваются также в комиссиях по делам несовершеннолетних. Там ставится вопрос об обсуждении о том, насколько они занимаются воспитанием своего несовершеннолетнего. Потом проводятся определенные профилактические мероприятия в отношении его стороны органов системы профилактики. То есть, ну, как бы специальный учет ведется таких детей. И меры воздействия достаточно широки, насколько я поняла. Я могу предположить, что существуют специальные требования к проведению следственных действий с участием несовершеннолетнего. И в случае, когда непосредственно сам несовершеннолетний совершил преступление, или когда он является потерпевшим или свидетелем по какому-то преступлению. Если это так, какие требования? Да, безусловно, есть определенные особенности проведения следственных действий с участием несовершеннолетних. Например, необходимо принимать участие его законным представителям при проведении их до 16 лет, если ребенок не достиг 16-летнего возраста. Необязательно участие педагога-психолога. То есть в иных случаях данные следственные действия будут признаны недопустимыми и не могут использоваться при доказывании вины. Родители должны принимать участие или какие-то, может быть, другие? Родители либо иные законные представители, опекуны. Если таких не иметь, то необходимо обеспечить участие представителей органов местного управления. А педагог-психолог обязателен? До 16 лет обязателен. Обязателен. Как известно, и свидетели, и потерпевшие предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний, либо за дачу ложных показаний на несовершеннолетних. Вот эта ответственность распространяется? Нет. Несовершеннолетние свидетели и потерпевшие не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи ложных показаний. Они просто... Предупреждаются о том, что необходимо, наверное, все-таки, да? Да. Им предлагают говорить только правду. Угу. А на подростков это как-то воздействует? Призыв такой говорить правду и только правду? Ну, в большей степени да. Поэтому вот еще раз хотел бы отметить, что следственные действия с участием несовершеннолетних, в том числе и для этого, проводятся с видеозаписью. Видеозаписью. Вот. То есть необходимо проведение видеозаписи под таким следственным действием только в тех случаях, если законный представитель или сам несовершеннолетний против этого не возражает. А если возражает? Если возражает, то видеозапись не проводится. Угу. И это тоже только право несовершеннолетнего? Или, в принципе, взрослый человек тоже, совершеннолетний, тоже обладает таким правом? Ну, поддельный категорий дел и следственные действия с участием совершеннолетних проводятся под видеозаписью. Но так же, как и несовершеннолетние, они также вправят этого отказаться. Угу. То есть это тоже одна из особенностей. Какие еще особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних определены законом? Что-то можете еще дополнить к уже проговоренному? Да. Вообще порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, то есть и судебное следствие, и судебное разбирательство, он закреплен в главе 50-го уголовного процессуального кодекса и определяет ряд особенностей. Во-первых, обязательным для следствия, дознания и суда является установление условий жизни несовершеннолетнего и уровень его психического развития. В целях установления последнего проводятся в обязательном порядке судебно-медицинские экспертизы, которые уже по итогам которых делаются заключения о том, мог ли несовершеннолетний отдавать фактический отчет своим действиям, мог ли их руководить ими в момент совершения преступления. Еще одной особенностью является необходимость проведения по делам средней степени тяжести и тяжким и особо тяжким преступлениям проведения медицинского освидетельствования ребенку для того, чтобы выявить факт наличия либо отсутствия заболеваний, препятствующих к его помещению в закрытые специальные учреждения. То есть это уже по результатам судебного рассмотрения дела устанавливается возможность его помещения в спецучреждение. Ну с какой целью это понятно? А всегда ли, в каких случаях проводится медицинская освидетельствование? Ну в тех случаях, когда наказание за преступление подразумевает лишение свободы. То есть это речь идет о тяжких преступлениях, вероятно? Средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность несовершеннолетних выделяется в отдельный раздел Уголовного кодекса, если я не путаю, пятый. Правильно? Да, да. И там речь идет о принудительных мерах воспитательного воздействия и об особых послаблениях. Вот на какие меры воспитательного воздействия вы бы хотели сегодня особо обратить внимание? И, конечно же, обратить внимание на послабления, о которых мы не поговорили еще. Да, Инна, вы правы. Действительно, в пятый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации он определяет особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. В нем наиболее важными моментами это предусмотрены сокращенные в два раза сроки давности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, возможность освобождения детей от уголовной ответственности несовершеннолетних в связи с назначением им мер воспитательного воздействия и сокращенные сроки погашения судимости. Если говорить о мерах воспитательного воздействия, то здесь выделяются предупреждения, передача под надзор родителям, возложение обязанности устранить причиненный вред и ограничение досуга. А вот вы сказали в два раза сроки давности. От какого срока? Просто чтобы понятно было. От общих сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Например, если у нас срок давности за преступление небольшой тяжести составляет два года, то есть лицо, совершившее преступление, в течение последующих двух лет может быть привлечено к уголовной ответственности. То, соответственно, для несовершеннолетних эти сроки сокращаются в два раза и составляют один год после преступления небольшой тяжести. Что касается максимального срока лишения свободы, каким он может быть для несовершеннолетнего преступника, который совершил тяжкое преступление? Несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, максимальный размер наказания может составлять, даже по совокупности преступлений и приговоров, 6 лет лишения свободы. В той же категории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, разрешено назначить максимально до 10 лет лишения свободы. Тогда как законодателям определен общий срок лишения свободы по совокупности преступлений и приговоров до 35 лет. Существенная разница. Вы говорили о несовершеннолетнем до 16 лет, а вот старше 16 лет, но до совершеннолетия. Старше 16 лет, но до совершеннолетия максимум 10 лет. Максимум 10. А возможно ли для несовершеннолетних пожизненное лишение свободы? Нет, пожизненное лишение свободы не применяется. Если максимум 10, то понятно, что пожизненное даже и не рассматривается. Если несовершеннолетним от 14 до 16 лет причинен материальный ущерб, ну скажем, в результате разбоя, несет ли сам несовершеннолетний какую-либо ответственность или родители за него расплачиваются? Нет, если несовершеннолетний совершил преступление с причинением материального ущерба, то он должен сам в соответствии с статьей 1074 Гражданского порционального кодекса несет ответственность за свои действия. Но только в том случае, если у несовершеннолетнего нет источников заработка или какого-либо имущества, то в этом случае возмещение вреда ложится на бремя его родителей или законных представителей. Давайте поговорим о ситуации в той сфере, о которой мы сейчас ведем разговор, которая наблюдается на территории железнодорожного района Самары. Сколько преступлений совершено подростками в минувшем 2023 году, а также за прошедший период текущего года? Какие это преступления? Какие из них наиболее часто встречаются? Вот по вашей статистике, по вашему опыту. Ну, если говорить о структуре преступностей несовершеннолетних на территории железнодорожного района, то следует отметить, что в 2023 году несовершеннолетними совершено 40 преступлений. Из них 28, хочу отметить, они связаны с незаконным оборотом наркотиков. В текущем году тоже таких преступлений совершено уже 10. К сожалению, в последние годы очень распространены случаи факта сбыта наркотических средств путем заложения так называемых закладок, и зачастую в данную преступную деятельность вовлекаются несовершеннолетние. Молодые люди в поисках легкого заработка, зачастую не осознавая степень общественной опасности своих действий, соглашаются на предложение злоумышленников стать курьерами. Причем им предлагают заработки в десятки раз больше, чем за аналогичную такую работу. Ну, 100 тысяч, например, да, за развоз товаров как бы. Да, доходит до такого, что там сотни тысяч в неделю предлагают, и, ну, естественно, что подразумевается под этим, что здесь противоправная деятельность будет осуществляться. А подростки, не задумываясь о возможных последствиях, они соглашаются на такие предложения и совершают особо тяжкие преступления. А они соглашаются, догадываясь или не догадываясь? Вот как вы по опыту можете сказать? Нет, по опыту, конечно, они понимают, о чем идет речь, потому что это работа и заработки несопоставимы как бы с обычной курьерской деятельностью, да, поэтому... Но соглашаются, желая легкие деньги получить. Да, и они не понимают о том, что каждый такой факт, судебная практика как бы складывается таким образом, что каждый факт вот такой вот закладки – это отдельный состав сбыта наркотических средств. То есть это совершение особо тяжкого преступления. И в совокупности там несколько эпизодов, может быть, да? Абсолютно верно. Вот у нас на практике, например, несовершеннолетний на территории города Самара, в различных районах, в том числе на территории железнодорожного района, заложил 10 таких закладок. Соответственно, по совокупности преступлений ему предъявлено обвинение в 10 фактах сбыта наркотических средств в крупном размере. Соответственно, уголовное дело мной утверждено, направлено в суд. Суд сейчас это рассматривает судом. И чем может грозить это данному подростку? Ну, однозначно здесь будет связано наказание с лишением свободы. Просто суд как бы при назначении наказания несовершеннолетних тоже учитывает все условия жизни воспитания, жизненные обстоятельства. Но, как правило, из практики следует, что связанные с лишением свободы назначают суды наказания. Ну, как я уже сказал, максимально до 10 лет. Какие риски того, что подростки, сначала привлекаемые для осуществления доставки, вот этих закладок самых, втягиваются непосредственно в употребление наркотиков? Да, вот, к сожалению, как показывает практика, ситуация нередко омрачается тем еще, что, начав заниматься вот этой преступной деятельностью, подростки сами начинают употреблять наркотические средства и становятся наркозависимыми. Безусловно, прокуратура района здесь ведется, систематическая работа. В первую очередь направлена ориентация органов места самоуправления, ориентирования, бороться с так называемой трафаретной рекламой. То есть, закрашивание вот этих всех вывесок, рекламы, наркотических средств, сайтов, пропагандирующих наркотики. То есть, в случае, если устанавливается юридическое лицо, на фасаде здания которого, да, или заборе, там, такие агитационные программы, рекламы размещены, в случае неустранения, в добровольном порядке, соответствующие юридические лица привлекаются к административной же ответственности. Вот, и иными способами мы заставляем их, в общем, все равно это устранить. Вот, сотрудники полиции нами также ориентированы на мониторинг интернет-сайтов, сайтов, на которых размещены платформы так называемых магазинов по продаже наркотических средств. И после чего сотрудники полиции уже сами обращаются, предоставляют соответствующую информацию в Роспотреб и в Роскомнадзор для блокировки соответствующих сайтов. Ну, вот скажите, опираясь на аналитику, на вашу, в чем главная причина совершения преступлений несовершеннолетними? Ну, первоочередной причиной совершения несовершеннолетних преступлений, я считаю, является их беспечность. То есть, ввиду возраста они еще не осознают противоправность и общественную опасность своих действий. Поэтому законодатель выделил, как бы, уголовную ответственность несовершеннолетних в отдельный раздел закона. Они не задумываются о последствиях, относятся к ним беспечно или безрассудно. Ну, кроме этого, конечно, есть и иные факты. Это правовая грамотность, в первую очередь. Нередко и не только сами несовершеннолетние, но и члены семьи недостаточно юридически грамотны. Хотя, как мы все знаем, незнание закона не освобождает от ответственности. Кстати, вот о правовой грамотности я хотела сказать, да, и вы совершенно правы в том, что и взрослые могут ей не обладать в полной мере. И простой пример, на самом деле, скажем, на улице прохожий, в том числе этим прохожим, может быть, и подросток, находит кошелек, открывает его, видит там банковские карты, визитки с данными владельца, деньги. Человек, нашедший это, забирает деньги, например, себе, все остальное может он выбросить, и считает, что это просто находка. На самом деле, как с точки зрения закона квалифицируются эти действия? Ну, на самом деле, это мнение ошибочное. И вот вашу ситуацию, которую вы описали, если, найдя кошелек, да, мы там видим какие-то опознавательные знаки, документы, кредитные карты с именем там, фамилией человека, их утратившего, или визитки, то необходимо принять меры к возвращению имущества законному владельцу. Вот, тоже касается и сотового телефона. Если мы нашли сотовый телефон, он не заблокирован, мы должны принять все меры для того, чтобы связаться с кем-то из, там, близких, да, родственников, потерявшего его, и вернуть этот телефон. Если телефон заблокирован, мы должны либо дождаться входящего звонка и сообщить о том, что телефон был утерян, либо мы должны, если он заблокирован, например, находится в выключенном состоянии, мы должны принять меры для того, чтобы сдать его в органы полиции или органы местного управления. Вот, то есть, присвоив таким образом чужую собственность, как-то деньги или сотовый телефон, мы совершаем преступление, квалифицированное как кражу. С соответствующими последствиями? Да, естественно, у нас на практике такие дела возбуждаются, расследуются, направляются в суд, выносятся обвинительные приговоры по таким делам. Вот недавно могу привести пример. Мною было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, где три подружки, девочки несовершеннолетние, нашли на улице банковскую карту и решили ей расплачиваться в магазинах, приобрели себе косметику, продукты питания, еще какие-то там мелочи. Между тем, данное преступление, квалифицированное по пункту Г, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, оно относится к тяжким преступлениям, то есть, это совершение кражи, то есть, хищение чужого имущества группы лиц с банковского счета. За это преступление максимальное наказание предусматривает 6 лет лишения свободы. Вот эти девочки в каком возрасте? Старше 14? Старше. Старше 14, то есть, 16-летние? 16-17 лет. И им всем троим грозит до 6 лет лишения свободы? Да, в настоящее время дело уже судом, железнодорожным судом рассмотрено, вынесен обвинительный приговор, всем троим назначено лишение свободы, но с применением статьи 73 Уголовного кодекса условно. Но это пятно на всю жизнь, вот в чем ужас ситуации. Да, помимо этого, девочки поставлены везде на профилактический учет во всех органах системы профилактики, и как бы сроки погашения судимости там тоже немаленькие. Я надеюсь, нас сейчас слышат и подростки, и их родители. Конечно, желательно принять все меры, чтобы избежать подобных ситуаций, надо разговаривать с детьми. Вот говоря о профилактике преступности несовершеннолетних, расскажите еще, какие меры принимаются прокуратурой железнодорожного района в этом направлении? Вы уже отчасти рассказали по направлению профилактики наркомании, да? Расскажите, как вы работаете. Да, ну прокуратура района уделяется огромное внимание этому вопросу. В принципе, преступности несовершеннолетних. Планом работы прокуратуры района утверждается проведение межведомых и координационных совещаний по данной тематике. На данные совещания приглашаются руководители всех правоохранительных органов. Вырабатывается комплекс конкретных мер, направленных на минимизацию, так скажем, подростковой преступности, на установление причин и условий, способствующих совершению преступлений, на расследование, раскрытие данных преступлений. Правоохранительные органы также ориентированы нами на профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Проводятся многочисленные рейды, беседы, лекции в образовательных учреждениях. Дети привлекаются в спортивные кружки и секции. То есть работа, безусловно, ведется, но, как мы видим, пока не удалось искоренить детскую преступность, она все равно имеет место быть. А что вы можете сказать о преступности в отношении несовершеннолетних? Вот сколько таких преступлений совершено за прошедший период 2024 года? И, может быть, можете отследить тенденции на снижение, на увеличение? Да, к сожалению, преступность в отношении несовершеннолетних также имеет место быть. В 2023 году совершено 31 такое преступление. За истекший период года совершено на территории железнодорожного района 18 таких преступлений. Ну, здесь сложно сказать о каких-то тенденциях к снижению данной преступности. И по видовой тематике тоже различные преступления совершаются. Это и неуплата алиментов на содержание, и грабежи, и кражи, и случаются и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. То есть здесь как бы выделить какой-то определенный вид преступлений сложно. А вот в отношении несовершеннолетних, несовершеннолетними допускаются преступления? Да, такие преступления тоже совершаются. В основном это кражи и грабежи в школах, где-то в образовательных учреждениях. Но здесь надо иметь в виду, что за противоправным отбором вещей наступает ответственность, которую лица, совершившие преступление, должны предвидеть, несмотря на их молодой возраст. Должны, но не предвидят. Сегодня, пользуясь случаем, можете ли вы дать какие-то рекомендации, как не стать жертвой преступлений и несовершеннолетним, да и просто всем нам? Ну да, есть правила, которым необходимо руководствоваться нам всем. Необходимо избегать конфликтов с прохожими. Если такие конфликты или конфликтные ситуации случаются, надо необходимо обращаться в органы правопорядка. Мнение о том, что обращение в полицию бесполезное, это ошибочное мнение. Органы правопорядка незамедлительно реагируют на любое сообщение о преступлении, а в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений на место выезжает незамедлительно группа оперативного реагирования, в составе которой и следует Следственного комитета, и сотрудники полиции. Поэтому не нужно игнорировать. И противоправные, в случаях, если вы стали свидетелем противоправного поведения, также призываю всех не быть отстранимым от этой проблемы, да, также позвонить в службу и вызов полицию. Да, и вокруг нас будет больше порядка, возможно, если мы не будем такими равнодушными. Это точно. Александр Сергеевич, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора железнодорожного района города Самары Александр Ганеев. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова